Девушки отдыхают Ты правильно обратила внимание, что есть определенный стиль в оформлении. Этот стиль называется «рустик». Стиль «рустик» – это тренд 2013 года. Он очень популярен во всем мире и использователь для декора нашего дома перед новогодними праздниками. Предполагает собой натуральное оформление. То есть максимально то, что мы можем взять с природы и то, что соответствует новогоднему празднику, мы используем в декоре. Это елки, это может быть шиповник, это могут быть какие-то специи. Рябина, калина – все на одной веточке. Да. Как сочетать эти цвета и компоненты? Самое главное – это, конечно, не переборщить. То есть мы уже уходим действительно от каких-то, от какой-то мишуры, от очень чересчур такого блеска. Мы оставляем несколько цветов. Самые главные цвета новогодние – это у нас зеленый, красный либо алый и также белый цвет. Два-три цвета – это максимум, чтобы не было у нас чересчур такой перенасыщенности цветов. Давай сейчас попробуем сделать композицию, которая украсит потом наш дом. Берем корзиночку. Она плетеная, натуральная, тоже видим, что все у нас в этом стиле. Затем нам нужны подсвечники. Такие подойдут? Да. Вставляем. Обращаем внимание на то, что украшаем мы весь дом. То есть в каждой комнате маленький какой-то нюанс или акцентик, но должен быть. Тогда вся квартира наша приобретет вот эту новогоднюю ауру. Идем дальше. Конечно же, подсвечники у нас не могут пустовать, нам надо на них поставить свечи. В принципе, свечи и какие-то подсвечники можно найти у каждого дома. Немножко можно задекорировать, украсить. Ну, либо если у вас нет, то я думаю, что раз в год уже можно раскошелиться и купить хорошее украшение для того, чтобы дом наш просто засиял. Тем более, что это можно будет использовать не один раз. Конечно. И теперь мы берем ветку. Это может быть еловая ветка с шишками, как мы говорили уже, с ягодами, с яблочками. Могут быть сушеные лимоны, апельсины. И понятно, что мы можем брать как натуральную ель для этого, либо искусственную. Да, и мы аккуратненько укладываем. Вот такая конструкция уже может быть украшением нашего дома. И вы понимаете, что можно не покупать готовую композицию, а отдельные элементы купить и вот так собрать. Это буквально две минуты займет. Кстати, обратите внимание, я, кажется, стала моделью для свечи. Вот свечечку увидела точно в таком же свитере, как и я. Да. Получается, свечка модная, Надя модная, а Оля молодец. Действительно ли модные такие свечи в этом сезоне? Мы все возвращаемся к нашему стилю, с которым мы только что познакомились. Стиль Рустик. Это все он же, все натуральное, все очень теплое, домашнее, приятное. Теперь хочу обратить ваше внимание на красивую гирлянду, которая вот позади нас. Это тоже делается все очень просто, в этом же стиле. Это просто елочка. Хочу также обратить ваше внимание на игрушки. Игрушки самодельные, такие мягенькие, тоже в нашем стиле, в таком простом, домашнем. Мне эта идея очень по душе. Мы не будем делать такую огромную гирлянду, мы сделаем небольшую композицию, которая сейчас уже принято у нас тоже вешать на двери. Это красивый венок. Сделан он точно по такому же принципу. Мы берем ветки елочные. Настоящие, натуральные или искусственные, как вам удобнее. Как вам удобнее. Итак, закручиваем мы венок по кругу. Затем мы можем скрепить наши ветки с помощью нитки, с помощью маленькой тоненькой проволоки, либо красивой какой-то ленты. Добавим для декора шиповник. Все, что красное, красивая рябина, которая у нас за окном растет, мы можем использовать. В результате у нас может получиться вот такой вот красивенный, рождественский венок. Кстати, видите, ему не обязательно быть хвойным. Он может быть вот из листочков дуба, например. Самое главное, что все натуральное, естественное и красивое. Кстати, хочу вам просто показать еще вот такую великолепную свечу. Это свеча, которая настолько хорошо и натурально повторяет форму зимней одежды, что сразу хочется выйти на улицу и поиграть в снежки. И, ну что, Ольчик, идеи, по-моему, великолепные. Давай закрепим полученные знания. Неважно, как вы оформляете вашу квартиру в преддверии Нового года. Это может быть старый добрый дождик или какие-то старые советские игрушки. Это может быть стиль Рустик. Главное, чтобы это все было гармонично. Главное, чтобы вы делали это с душой. И вы готовились к этому празднику. И ваша квартира тоже приобретала эту атмосферу, эту ауру Рождества и Нового года. Спасибо тебе, моя дорогая. Ты знаешь, мне кажется, что от того, насколько уютно, тепло, а главное душевно, по-домашнему, будет у нас перед Новым годом, настолько удачным и будет Новый год. Поэтому я вам желаю, чтобы в вашем доме зажглось побольше праздничных свечей и все было настолько красиво, чтобы Дедушка Мороз обязательно принес побольше подарков. И все, буду добрым. Субтитры создавал DimaTorzok